Спасать жизни, искать утонувших, проводить работы по обнаружению ценных вещей – это лишь малый час обязанностей водолазов-освода. Эти специалисты умеют делать любую инженерную работу на различной глубине. Вероника Гамзюкова ознакомилась с профессией водолаза. Работа водолаза считается одной из самых тяжелых, вредных и опасных для здоровья. По словам водолазов, час работы в воде сравним с дневной физической нагрузкой на суше. При этом находиться на глубине приходится в скафандре и с оборудованием, вес которого начинается от 50 килограммов. Такие условия труда подходят далеко не каждому, и чтобы попасть в эту профессию, нужно пройти строгий отбор. Водолазом может стать лицо, достигшее 18 лет, то есть не имеющее никаких отклонений по состоянию здоровья. То есть у него здоровье должно быть первой группы годности. И прошедшая подготовку по водолазному делу, сдавшая теоретический и практический экзамен. Именно в осводе водолазов обучают на базе станции. То есть закрепляются старшие, проходят теоретическое, практическое обучение. И уже непосредственно водолазные специалисты Гомельской областной организации «Освод» проводят теоретический и практический экзамен. Главный критерий, по которому отбирают водолазов, это состояние здоровья. Если оно не соответствует профессиональным требованиям, то погружение даже на небольшую глубину может закончиться летальным исходом. Поэтому перед тем, как заступить на дежурство, медсестра проверяет состояние здоровья. Если заболел, то не имеешь допуска к работе. Если есть насморк или кашель, получаешь запрет на погружение. Проверяется общее состояние наличия насморка, кашля. Потому что если у водолазов присутствуют дыхательные какие-то отклонения, то есть либо насморк, либо кашель во время спусков, это может привести к профессиональным заболеваниям. То есть, ну и осложнить работу, в принципе. Такие как баротравмы легких, баротравмы уха. Оказаться в этой профессии задача непростая, но еще сложнее остаться в ней. Работа водолаза – это постоянный риск. Многие уходят из-за перенапряжения и постоянного стресса. Что касается водолазов, наверное, знали, куда шли и с какими трудностями приходится сталкиваться нам. И что это не всегда просто тренировочные спуски, либо какое-то обследование участковой местности каких-то. Это, прежде всего, связано с поиском людей, утонувших людей. Не всегда люди, то есть, ну, находим людей, которые провели под водой довольно-таки большое количество времени. То есть, у нас все водолазы подготовлены, знали, куда шли, и поэтому таких особо страшного чего-то такого нет у нас. На дежурстве всегда находится работа. Одни проводят учебное погружение, другие проверяют водолазное снаряжение. В первом случае моделируется ситуация, когда человек тонет. Водолазы должны оперативно прибыть на место, достать из воды пострадавшего и доставить его к медику, который ждет на берегу. Во втором в центре внимания – легочные аппараты. Матросы проверяют, чтобы оборудование сработало правильно и давление было в норме. Оба вида занятий необходимы для спасателей. Например, если водолазу не хватит воздуха на подъем или ему нечем будет дышать в момент погружения, он запросто может получить травму легких и умереть. Это непосредственно дыхательный аппарат, предназначен для дыхания под водой. Каждый раз при заступлении на дежурство мы, водолазы, проводим его проверку тщательную. То есть, чем лучше его проверить, тем сам будешь в безопасности находиться. Изначально производится внешний осмотр шлангов, подгоняются ремни, чтобы было удобно уже при тревоге сразу его одеть и произвести водолазный спуск. Проявляется, открывается баллон, проверяется давление в баллоне. Оно должно быть не менее 200 атмосфер, в зависимости от конкретного баллона. Вот в этом 200 атмосфер. Дальше производится несколько вдохов, проверка легочного автомата, клапана выдоха. Вот. Затруднений дыхания нет, все хорошо, все работает. Каждая неисправность может стоить жизни. Во избежание таких ситуаций водолазы работают в команде. Первый находится под водой, второй водолаз-страховщик. Находится на суше в полной экипировке. Его задача немедленно прийти на помощь. Третий, обеспечивающий водолаз, указывает направление погрузившемуся и держит с ним контакт через сигнальный конец. Дергаем, трясем. Это своего рода азбука морза только для водолазов. То есть водолаз погружается, я его спрашиваю о самочувствии, это значит один раз дернул. Вот он мне один раз ответил, то есть отвечает, что я на грунте, самочувствие хорошо. Если, к примеру, надо мне его отправить вправо, то есть такой сигнал, я останавливаю его. То есть один раз потряс, я его остановил, он отвесил. То есть один раз дергаю и трясу. Под водой не всегда хорошая видимость, а водолаз не всегда видит, что происходит на поверхности. Поэтому обеспечивающий контролирует движение. Как только он поймет, что с погрузившимся человеком что-то произошло, он даст команду страхующему и тот спустится на помощь коллеге. Основная задача водолазов – это, конечно же, спасение людей. Но выполняют они и другие виды работ. Также мы обследуем разные гидротехнические сооружения, производим подъем затонувших судов, опять же, вывозим осмотр и различные гидротехнические работы по размыву грунта работаем. С начала этого года сотрудники освод спасли 246 человек. 39 из них в Гомельской области. Не обошлось, к сожалению, и без трагедий. На территории нашего региона погибло 49 человек, 15 из них при купании. Среди утонувших – два ребенка. Если вам понадобилась помощь водолазов, вы можете обратиться на спасательную станцию или в любую территориальную организацию освод. Специалисты этого ведомства помогут вам в любых ситуациях. Вероника Гамзюкова, Евгений Макеенко. Специально для программы «Дефакто».